Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Встречаем бурнейшими аплодисментами команда, представляющая Санкт-Петербург, питерские воители! Девушки отдыхают 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 Да какой же он мне брат-близнец? Вот мой брат-близнец. А это тогда кто? Это мой брат-близнец. Не знаю я зачем, но я хочу туда, где всегда тепло. Где мои друзья? Никаких забот, и царит добро. А я все жду тепла, а в моей холодно. А в моей новой тепла, а в нашей холодно. Но дело не во мне, а в зоновой дыре. Спасибо команде питерской вытели. Давайте по-бурнеем, поаплодируем первой команде. Всегда сложно выступать. И надо будет после игры узнать, какая у них пенсия. Мне стало интересно. Ну что ж, продолжаем конкурс-приветствие. Глобальное потепление представит нам команда КВН из города Волхав. Команда КВН «Надежда». Команда КВН «Надежда». Команда КВН «Надежда». На носу не снушки, а солнце поцелуйчики. Команда КВН «Надежда». Команда КВН «Надежда». Команда КВН «Надежда». На ресницах радость. На сунчиках не забудь, радость. А утром воздух чист свежемолот vue. Весна пришла! Весна пришла! Как по мне, так я бы лучше в КВН играла. Я в сетом запечке Владушке играла. Что ты, Петровна, КВН — это молодость. КВН — это здоровье. КВН — это радость. КВН — это дружба. КВН — это борьба. КВН — это движение. А мы знаем, как все можно начать с чистого листа. Нужно взять белую ткань, краски, кисти и нарисовать вклад команды «Нарезда!» А еще в КВН можно услышать ответы на самые неожиданные женские вопросы. Например, мой муж называет меня «птичкой ласточкой». Да нет, курицей. Только шпоры растутся у меня. А не у него шпоры. Как я бы не пролезет, мы пройдем на ручку. А скажите, пожалуйста, можно ли волосы мыть мужским шампунем? Когда свой закончился? Ух, конечно, можно! Только блещ появится. А скажите, пожалуйста, вот почему обязательно всем надо попробовать крем-буренка? Почему? Почему? Ну почему? Да потому что время растет прямо на глазах. Сапучком! Да нет, я бы не пролезет, мы пройдем на ручку. Сапучком! Да нет, сапучком! Если все люди будут играть в КВН, то наступит мир в вашем мире. Потому что ржать и воевать одновременно невозможно. Всем командам мы желаем глобального потепления. Эта сцена напоминает мне палубу огромного корабля. Лишь бы он не назывался «Титаник». Не надо лишних слов, не нужно в банике. Играем в КВН и на «Титанике». Командам ждем привет, удачи в пельнике. На нежный яркий свет зажжет свои огни. Бросаем в ягод свой, кричушку-тизинку. Повзял на «Титаник» мой, и гонит изместка. Не надо лишних слов, не нужно в банике. Играем в КВН и на «Титанике». Не на «Титанике». Слава у вас, команда «Надежда»! Бонус волка! Спасибо большое команде КВН. Надежда, поаплодируем, проводим. Замечательный костюм у них, согласны? Мне понравилось, например. Ну что ж, друзья, в следующей команде вновь придется бурно поаплодировать. Вот почему. Дело в том, что они не просто впервые приезжают в «Титаник», не просто впервые играют в своей лиге, они вообще впервые играют в КВН. Сегодня их самая первая игра, самое первое выступление. Они очень волнуются, просят не судить их строго, но это уж на ваш взгляд. Вам решать команда КВН из города Калининграда. Называется она «Тридевятое царство». С нами Игорь, с нами Илья, Они крутые парни с ними хоть куда, Мы такой на парень, возьмем-то и крепемся в «Тихи». «Тихи, что на «Тихи»?» Такую чемодан, и мечтой – это мы. Идим на самолете, ждать пример. «Тихи, что на «Тихи»?» «Тихи, что на «Тихи»?» Так, кто у нас тут? Два батара, два лапуха, Высокая и красивая девушка. А где высокая и красивая? А это кто у нас? Как говорит народная мудрость, «Спите, репите, тихо, не шутки шутить». Поехали! Стало модным назначать молодых чиновников. Назначение губернатором Калининградской области. «Тихи, дядя Вова, дядя Вова, хочу на море». «Что тебе, Антошенька?» «Хочу на море». «У тебя день рождения?» «Да, у меня день рождения, мне исполняется 30 лет скоро». «Ну, путевки уже все розданы. Будешь, Калининградская, губернатором». «Слышь, агентатики». «Здравствуйте, женщины!» «Здравствуйте!» «Я тут у вас взял книгу «Как заработать миллион». А тут половина текста только напечатанная. «Молодочек, ну что ж вы так беспокоитесь? Полумиллиона тоже неплохо?» Вечно в воздухе, вечно в нерве, вечно в воздухе. Случай в автобусе. Уважаемые пассажиры, передаем за проезд. Молодой человек, уступите бабушке место. Тебе же сказали, уступите бабушке место. И вообще мы маршрут меняем. Вечно в молоку, вечно в нерве, вечно в молоку. С вами была команда 39-го царства. Команды 39-й царства Калининград выражают благодарность руководителю агентства по делам молодежи Калининградской области Васильевой Татьяне Алексеевне, а также председателю Калининградской областной организации Всероссийского общества инвалидов Розину Клову Вивану Яковлевичу. Давайте поаплодируем. Без помощи этих людей команда не смогла бы приехать сегодня к нам на игру и порадовать нас первой, но точно не в последний раз. Продолжаем приветствие. Глобальное потепление. Что покажет нам команда КВН «Петроградская сторона»? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вас приветствует команда «Петроградская сторона»! Добрый день, дорогие зрители! На сегодняшнее выступление мы собрали сюда, да и в зал, самые лучшие силы нашей организации. И я думаю, у нас есть что показать. Хочешь быть молодым, играй с нами в нашей команде КВН. Команда КВН «Петроградская сторона»! Свадьбы, юбилеи, похороны! Команда КВН «Петроградская сторона»! Не прощалка свое будущее! Сами понимаете, у нас свои выбор невелик. Либо болеть дома, либо играть в КВН. Мы хотим, чтобы мы победили, Чтобы в зале никто не скучал, И во братские места поделили, Чтобы все мы попали в финал. Так, что вы несете? У вас есть хоть что-нибудь, что действительно можно показать? Этакое креативное, смешное. Смешное? Будем шутить на близкие нам темы. Каждая женщина любит внимание. Вот и наша Кавя не исключение. Боже мой, как вы хорошо выглядите! Какой прекрасный цвет лица! А как блестят ваши глаза! А румянец, Господи! Но не забудьте, что у нас назначена встреча, Прийти ко мне в 15.00. Хорошо. Подруга, ты знаешь, Несмотря на мой возраст, Мужчины все еще обращают на меня внимание. Ой, успокойся! Это не мужчина, Это твой врач. Парикмахерская суперэконом-класса. Здравствуйте. Здравствуйте. Голову мыли. Справка об инвалидности с собой. Пожалуйста, справка. Головорой, вот, чистяя. Как будем стричься? Модельная, гофре, бокс-полубокс Или просто шею намылить? Ой, шею не трогай. Лучше модельная гофре. Курточку давайте. Пожалуйста. Мне не коротко, только подровнять. Укладку делаем. Обязательно, и с пробором. Ой, сказ не снимите только. Освежить? Да, с самым новым шипом. С вас тысяча рублей. Опять без обеда вставили. Сегодня у нашего Сергея юбилей. И он пригласил всех дам, которым он неравнодушен. Девчонки, вы тут недолго поскучайте без меня. Я пойду за напитками. Мартини, Мартини, обожаю Мартини. Просто не мыслю ничего другого. А я, пожалуй, бакарди выпью. Честно, сыридов. Больше я ничего не буду. Я тут немножко подержался, но достал. Чесночное на спирту. Будете пить. Ай, наливай. Ой, Юли, ой, Юли. У нас первый из бои. Привет участникам естественного отбора. Главное борись. И все будет. Зашивись. Ну, а если серьезно, у нашего Сереги вчера выпал последний молочный зуб. А может, и не молочный. В каждом возрасте есть свои прелести. 72 года, например, делится на 18. А 75 на 25. С вами была команда КВН «Петербургская сторона». Ветераны из бои. Город Санкт-Петербург. Ну, и даже, если мы не выиграем, мы не обидимся. Ну, как сказал Геннадий Зюганов, Если не в этот раз, то в следующий обязательно получится. Ай, годы, годы, куда же вы стоять? Ай, годы, годы, нам надо подержать. Ай, годы, годы, куда же вы летите? Ай, годы, вы нам долго дружите. Ай, годы, годы, нам вас не удержать. И мы не скромим вас там не гонять. Приятных встреч и радостей полны. Ай, годы, годы, славные мои. Провожаем бурными аплодисментами и метроградскую сторона из Санкт-Петербурга. И, друзья, пока готовится следующая команда, я хочу пригласить вас на следующее мероприятие своей лиги после города Кеймерово. Для тех, кто решил попутешествовать и объездить всю страну, то в августе вы можете поехать на Дальний Восток, славный город Якутска, и побыть, так сказать, зрителем очередного мероприятия. Ну, и никак, хотя бы следите за новостями своей лиги. У нас есть группа ВКонтакте и страничка в Инстаграме. Ну что ж, готова следующая команда со своим приветствием на сцене команда КВН из города Алинигорска. Алинигорочка! Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 305 «Дубай», «Дубай», «Жарео», «Денео». Пассажиров, поезжающих на симпозиум о глобальном потуплении, просим пройти во второй вагон. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 305 «Дубай», «Жарео», «Денео». Пассажиров, доезжающих на симпозиум о глобальном потуплении, просим пройти во второй вагон. Друзья, видимо, банкет уже начался, и поэтому команда КВН у нас отсутствует за кулисами. Давайте, мы с ними обязательно увидимся, сейчас их позовут, разбудят, соберут по углам, не знаю, где они уже находятся. Такое бывает, всякое бывает у нас на лиге. Кулуары истории обязательно занесем. Давайте, мы будем расслабляться. Следующая команда уже готова? Да! Ну что же, я думаю, что даже если они не готовы, у них... Здесь, здесь, здесь. Алини Горочка здесь. Да? Вы уже все съели? Дадим второй шанс? Ну, слава богу. Ну что ж, послушаем еще раз команду «Алини Горочка, алини Горочка, алини Горочка?» Слушай, на 7-8 еду. О чем? Да, глобальном потуплении. Как собирала? Не представляешь? Смешно. Одно рукой ресницы красила, другой рукой дочку собирала. Выше на улицу, а тут, блин, такое потепление. Май плюс один, снег идет. Доченька, а ручка, мне холодно без рукавичка. Мама, ты прикалываешься? Ножком холодно, без сапожка. Женщина, проходите быстрее, вагон ребенок замерз. Эй, китайца, этот поезд идет на симпозиум по глобальному отоплению. Этот, 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 а где шоу-ду? Ту-ду-ту-ду, за тобой пойду. А вы кто? Шаман? Шо, шоумен? Не, не шоумен, шаман, сан. А почему фильм был? Не, фильм не дал, наш дал, сам. Поеду. А здесь, а здесь, а здесь, я буду. Погоду слушал, правду говорил. Набрал, однако, вот сам и в бубен дал. Поеду на симпозиум, умных людей буду слушать. Узнаю, какая зимой погода будет, буду правду говорить. А то и фильм в бубен даст. Мужчины, проходите быстрее, вагон, посадка заканчивается. Если б я не пела, как ты, гавритовка дальние, Я бы всем вам предсказала чудеса глобальные. На симпозиумах этих разных ересенья. Раз не будет потепления, включат отопление. Послал живу пассажирку, весело будет в этом рейсе. Красавица, дай погодаю. Сама все знай. Погоду на выходных предскажу. Я на симпозиуме с этой темой выступать буду. Да что, не симпозиумы. Как говорят одесситы, если сварен холодец, нам не страшен морозец. И еще, хороша любая погода, если есть чем согреться у народа. Слушайте, какой чертовки потепление. Май заканчивается, снег идет. Сегодня передали плюс один. Доль со снегом, но нет погоды. Если глобальное потепление такими темпами пойдет, Да мы все нафиг вымерзнем. Вы знаете, я слышала, что глобальное потепление придет к тому, что скоро в наших краях будут гнездиться попугаи. Да черт с ними попугаи, лишь бы не пингвин. Девушки, проходите вагон. Посадка закончена. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибыл в Жарео-Денейро. Температура за бортом плюс пять. Осадки в виде мокрого снега. Пассажиров, прибывших на симпозиум по теме глобальное потепление, Просим собраться в фойер у третьей стойки. Очень ясно, очень круче, Пожалеете нас в этот трудный час, Хоть наступаем мы, да и не в первый раз. Мы справедливых ждем решений, Единство взгляда, мысли мнений, Видите, сочи, Наша, наша, Мы всех милей, умней и краше. А болельщиков охота просим поболеть за нас, Без поддержки очень плохо, Пожелите, просим вас. Если вы сегодня умерете в парке, Дружно пересядете на велосипед, Если безопасным станет море танкер, Сохранят планету люди ото всяких бед. И святые все безомнения Шлют привет тебе и мне. И глобальное потепление Не грозит уже темне. Наша славная команда завершает свой визит. КВН пускай, ребята, Оптимизм всем сохранит. Спасибо большое команде КВН из города Алини-Курска. Пару слов благодарности команде Ленинградской области Благодаря правительству Ленинградской области В лице губернатора Александра Юрьевича Дрозденко И Всероссийского общества инвалидов За поддержку движения ГИДВА КВН. Здесь отдельные аплодисменты. Огромное спасибо. А мы продолжаем конкурс приветствия. Итак, глобальное потепление Хочет нам представить Прекрасная команда из города Пикарёва. Нету пиццы! Нету города другого, нету города такого На любом конце силы Пикарёва, Пикарёва О тебе поём мы снова Потому что Пикарёва Добрый день, Сихин! Вас приветствует команда Не тупицы из города Пикарёва. Серёжа, ты почему всё время За Леной стоишь? А в Йоте не дышать легче. О-о-о! Тема нашей игры Глобальное потепление А у нашей команды Похоже глобальное торможение Юлечка, выручай команду Спой что-нибудь Дворовая Дворовая Лучший бальчиком Бровский ромином Похож на мирового Дожившего дворника А вы меня с ума сведёте Лена, у тебя что-нибудь есть хоть? У меня есть карта Сбербанка Лена, какая карта? Я спрашиваю, у тебя номер есть? А, номер! И номер есть 7246530 Желающего прошу пополнить счёт Смотри, а ты чего? На первом месте А мой муж бросил курить Как так? Как? Я заставила съесть ему пачку сигарет И что? Он теперь совсем не курит сигареты? Нет, он теперь их жрёт На первом месте Ой, Даш, смотри Мужчина сидит Ой, на кого-то так поглядывает Как ты думаешь, на кого? На меня? Нет, конечно, на меня Это коллектор Я кредит не заплатила Он меня в тихве не нашёл На первом месте Я кредит не заплатила Случай губанов Уходи, скотина Уходи, скотина Уходи, скотина Приходи, скотина А спонсор нашего выступления Банкомат на Карла Маркса На Карла Маркса банкомат, там камер нет А давайте представим, что было бы Если бы Христофор Колумб был женщиной На первом мере Блин, да где же это Америка? Все мы очень часто сталкиваемся с тем Что погода совсем не соответствует прогнозам Которые дают метеорологи И нам порой кажется, что составители прогнозов Выглядят именно так Вижу, вижу Вот здесь будет туман Да, 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 да Здесь будет дождь Да, да, да Здесь будет солнце О, да, да, да Внимание, передаем экстренное сообщение По всему миру прокатилась серия землетрецений и туман Что это за темное пятно? Ага, это Пикарева Странно Питно есть, а города нет Экстренное сообщение Волна, да, 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 да Волна июнявых дождей затопилась северозна под Россией Ну ладно, поработали А теперь Пойдем в Думу законы писать На первом месте Дорогие друзья На самом деле Не важно, какие прогнозы делают метеорологи До тех пор, пока в Тихвине есть КВН Здесь всегда будет хорошая погода АПЛОДИСМЕНТЫ В Тихвине мы любили КВН В лучшую игру на белом свете В Тихвине мы поняли одно Нету жизни больше без него В Тихвине мы любили КВН Здесь себя ему мы подарили В Тихвине мы влюбились в него КВН С вами была команда Недубицы из города Пикарева АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Недубицы из города Пикарева Спасибо команде КВН Недубицы из города Пикарева Продолжаем конкурс приветствия Для нашего уважаемого жюри Я хочу напомнить, что максимальный балл за конкурс 5 Так что я думаю, что можно уже начинать выставлять оценки Чтобы потом не путаться А мы продолжаем Глобальное потепление Представляет нам Ломонозовский район Команда КВН Селяне АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СТОВАЕМ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте поаплодируем Еще мало поаплодировать О, за себе в село, на дискотеку. И в эти ветер они сходят за своей монотека. Маршрут следования. Команда «Селяния Ру», едем в клуб, знакомствует «Фортуна». Нарушаете двойная сплошная линия. Всем стоять на месте, не двигаться. Я где-то здесь потеряла свои мозги. Я знаю где, помню, на Майске пошли в гости. Очнулись. Одна сплошная, вторая сплошная, третья сплошная. А оказалось, ползем по пешеходному переходу. Вы запрещенные аппараты принимаете? Нет. А мне парфен и парфен и парфен. Права? Я всегда права. Документы? Соблазники. Ку-ку. По протоколу не положено. Мне вот интересует, на какие средства покупаются такие римузены? На свои. А может, на народные? Да откуда у народа такие деньги? Ой, откройте багажник. Опа, гандамстаж. Опа, гандамстаж. А это что такое? А это клиренс. Не выдержал ямы на наших дорогах. И сбежал. А вот это. Опаньки, я конфискую. А вы нам выплатите компенсацию. Да. А за что это? По потере кормильца. Да. Вы меня с толку избили. Дурдом какой-то. Протокол. И поэтому есть повод все начать с чистого листа. Ой, девочки, так мы ж приехали. А у нас в клубе глобальное потепление. К нам в гости зашел свободный мужчина. Поэтому прогноз на сегодня. Если вам уже немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца. Встречайте! Счастье завтрашнего дня. Прилетела ты меня, не семья. Вы бери меня, вы бери меня. Птица счастья завтрашнего дня. На бутылок, да, и восхитительных штанов. На бутылок, да, и восхитительных штанов. А я веду ЗОЖ. А что это такое? Здоровый образ жизни. А я тогда веду ХОЖ. А это что такое? А это хреновый образ жизни. Девушки, а вы давно были в больнице? Мы были у психиатров. И он сказал, что мы здоровы. Просто мы веселые дули. Ой, свободны, свободны. А я вчера за вечер тысячу килокалорий сожгла. Очень просто поставила в духовку курочку и сожгла. Свободны, дед. Пошли. Антепарфены, пошли. Антепарфены, пошли. Вы бери меня. Я в роду на виванной окунулась. Молодой развернулась. Нет, не ношена. А вы же, ты че такая дерзкая, а? А вы же, ты че такая дерзкая, а? Вот она, женщина моей мечты. Ну и мечтал бы не. Геной пальцем не заткнешь. А говорят, нам счастье приварило. Да полно, телгут. Мы выиграли бою, кусачки. Ура! А я сейчас от радости порву тельняшку на груди. Стоп. У Максимыча. Эй, Менград! Девочки, ру! Эй, Менград! Селябинкашка, ру! Команда Квенцеляни Ломоносовский район благодарит председателя комитета социальной защиты Ломоносовского района Станкевича Александра Степановича, а также поэта, композитора, художественного руководителя хора, ветерана в деревне Гостилицы Ушакова Виктора Васильевича и преподавателя Лопухинской музыкальной школы Калюжную Марину Григорьевну. Поаплодируем этим людям, которые помогают команде КВН «Селяния». Продолжаем конкурс приветствия. И на сцену уже готова выйти команда из города Санкт-Петербурга, команда КВН «Перцы». Здравствуйте, мужчины и женщины! Кто ведущие? Поднимите руку! Моя мама КВН «Селяния». Когда вы ставите плохие оценки, моя мама приходит домой и грустная. Когда мама грустит, я грущу вместе с ней. Пожалуйста, поставьте высокие оценки. Ирочка, ну что ты такого говоришь? Уважаемые жюри, извините, пожалуйста, она просто ребенок, понимаете? Я не Ирочка! Какая смешная девочка. Все, мама. Еще раз скажешь, что ты не Ирочка, я съем все твои киндеры. Чеши отсюда. И на этой милой ноте давайте начинать. О, а вы знаете, я свою девушку решил курить отучить. Прекрасил ей, что когда она будет курить, я буду квасить. И что? Ну что, хожу теперь довольный целыми днями, курит и курит ее проблемы. А я вот не понимаю, почему все КВН жалуются, что их девушки на игры не отпускают. Моя так, например, красится, переодевается, поторапливает. Короче, не жена, а золото. Ребят, вы слушайте, вот я не понимаю. 2017 год, год экологии. Что это за система такая, назвать год того, чего нет? Год российского кино, год экологии. А следующий год что? Год бабайки. Как вы поняли, мы сегодня настроены крайне решительно. Готовы прямо умереть ради победы. Ну вот что ты несешь, ты готова прямо сейчас здесь умереть? Ну зачем ты народ-то обманываешь? Максимум, на что мы готовы, это отказаться от победы. Давайте начинать. Женщина всегда умеет сделать сюрприз. Да я тебе говорю, пойдем ко мне, моя уехала, пивка побьем, будь все клево вообще. Ну что, попался хулиган? Михалыч, что за подстава? Ты же знаешь, что у меня условка. В некоторых службах заказа еды часто предлагают какие-то дополнительные услуги. Но в одну из таких контор зашло слишком далеко. Может быть вы желаете организовать государственный переворот в Алжире? Нет. Может вас заинтересует ростовая кукла Каймет из 99-90? Нет, спасибо. Фотография Кришна Роналду с автографом Виктора Анопко? Нет. Морс? Нет. Организовать день рождения Макдонуса под ключ? Нет. Книга секретных адресов Кристики и Ноники. Нет, спасибо. Давайте тогда повторим ваш заказ. 54 сера и Ролл Филадельфия. А морсики можно? Поздно. Весна, пора свадеб. Итак, история в дворце бракосочетания. Алексей, вы готовы взять Елену в жены? Нет, он не готов, у него вся жизнь переди. Папа, отстань! Ну, дело же пущее говорить. Мама, и ты туда же! Недавно в Берлине состоялся саммит женской G20. Германию на нем представляла канцлер Ангела Меркель. Россию представляла проректор Дальневосточного университета России. А США, дочь президента Дональда Трампа, Иванка Трампа. Дамы, какие проблемы вас волнуют в вашем стране? Мы в США боремся с неравными правами между полами. Мы во Франции пытались добиться победы первой женщины президента Марии Лютель. Ну, у нас, значит, на первом курсе явка нормально, на втором начинает снижаться, к пятому курсу ваша беда. Но мы пытаемся исправить ситуацию. Кто для вас является идеальным политиком? Конечно же, мой отец вас сделает Америку сильной. Конечно же, моя Лютель, она сделает Францию справедливой. Нет, ну о чем говорить? Конечно же, наш ректор Борис Петрович, он меня уже проректором сделал. И в завершении пару слов о ваших странах. США – это страна будущего. Франция – это страна возможностей. Приневосточный федеральный университет – это вообще капец. Вы представляете, если проректор в таких мероприятиях участвует, то что делает сам ректор? В КВЭ не принято лебезить перед жюри. Мы, люди гордые, так делать не будем. Если у нас смешно, поставят пять. Ну, а если они в чувстве юмора ничего не понимают, то и меньше. Спасибо команде КВЭ на перце из города Санкт-Петербурга. И завершает приветствие знакомая вам команда сборная Ленинградской области, команда КВЭ свои из области. Давайте еще разочек. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует сборная инвалидов Ленинградской области «Свои из области». Ну, вы знаете, мы много раз уже говорили, нам не нравится слово «инвалиды». Поэтому мы продолжаем вас знакомить с новыми словами. Буква «П» – паранормальная. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы, уступайте места беременным женщинам, пассажирам с детьми и паранормальным. Кирилл, а на что ты живешь? На пособие по паранормальности. ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ Ребята, вы знаете, что скоро лето, и я за доступную среду на морских курортах. С вами как это так? Я за асфальтированные пляжи. Ребята, ну я не знаю, как вы, а лично я после КВН в клуб пойду. Там, говорят, для инвалидов скидки. Да? И что это за клуб-то такой? Уж все первые в основном знают, это «Собес». О-о-о. А ты так звать-то хоть умеешь? Конечно, умею. У меня же паралич. Хочешь дабстеп, хочешь тверк. Ну-ка, давай-ка, напугай меня. ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ ФОНД Ребята, давайте... Давайте не об этом. Вот я, на самом деле, все серьезно, я решил к депутатам пойти, потому что, как ни приезжаю в Тихвин, хочется людям помогать. А вот что ты сделаешь первым делом? Первым делом, наверное, куплю, возьму денег на 80 пандусов и поставлю один. А как так-то? Ну как, я же в первую очередь депутат, а второй уже инвалид. Дмитрий Пычков, я буду воровать. Но воровать нам нужно инвалидов. Ну как инвалидов? Конечно же, на одного конкретного инвалида. Ну а теперь от народных депутатов к народным советам. ТЕБЕ ХАМЯТ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ? Отключай приемник в ухе и улыбайся. Если не можешь запомнить день рождения жены, поставь крестик в отношениях, на память. Купил сланцы, а лето так и не началось? Запей на общественное мнение, надевай шерстяные носки. Ну а в следующей передаче вы узнаете, что такое СНИЛС и все-таки где же он может пригодиться. Ну друзья, а теперь представьте, что все передачи на телевидении делают инвалиды. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Паранос, и это передача «Кто хочет стать пенсионером?» И я напоминаю, что у вас осталось три подсказки. Первая. Это 120 на 80. Дозвон в службу социальной помощи с первого раза. И бог в помощь. Кому мы будем звонить? А, ну мы будем звонить моему бывшему одноглазнику. Хорошо. А я напоминаю вопрос. Доживете ли вы до 65 лет? Итак, в эфире, капитал шоу «Поле чудес». И, Александр, к сожалению, вы банкрот. Почему банкрот? Колесо же крутится! Вы же брали вчера микрозаев? Да! Вы банкрот! Добрый вечер! Добрый вечер! Я Вальдиш Дэш и программа «Угадай диагноз». А я угадаю диагноз с пяти симптомов. А я с двух. Угадывайте! Это симуляция! Верно? И сейчас в эфире мы Медбратья Сафроновы И мы пройдем Испытание в битве инвалидов. У нас следующий участник. Как вы думаете, Леонид? Леонид, вы где? Как вы думаете, В какой коляске инвалид? Угадаете? Конечно, я же инвалид в третьем колене. АПЛОДИСМЕНТЫ На языке Брайля. И сейчас одну я вам прочитаю. Вы знаете, это так забавно! Да, действительно. Если бы следующий наш исполнитель Жил в девяностых, Он бы написал Борис устал, Борис уходит. А так, эстрада рада, Вите надо выйти. Раньше за этими исполнителями Ходили с лукошком в лес, А теперь в ночной клуб. Грибы тает лед. А я напоминаю, Что в нашей передаче Принимают участие Только инвалиды. И вы знаете, Если бы сейчас с нами здесь был Леонид Ильич Брежнев, То следующая песня Ему бы очень понравилась. Под звуки поцелуев Исполняет лауреат Неадекватной песни Ольга Игоревна Бузова. Пенсии не скажешь До свидания, С пенсией уходишь на покой. Дорогие друзья, И в конце хочется сказать, Что мы своей командой Пример-то верим Немножко по-другому. Вот если нам переходит дорога Дорогу «Черная кошка» Ну и встретим бабу С пустыми ёдрами. Ну и соль кто-то просыпал. Ну, значит, На нашей команде пополнение. Знаешь, возможно, Людям лишь кажется Просто и сложным. Славы умеют быть сильным. Жизнь каждого Похожа на фильмы. Ушел из грудкого степла Нас не жалей не надо Нас не жалей не надо Нам смех награда О, такой Ведь так легко дышать Не можно ли по сердцам Загревать Если ты Смеешься над собой Нечте своей мечты По пути Ты с тобой Конкурс приветствия завершён. Жюри могут доставлять оценки. А я тем временем Приглашаю все команды На сцену. Конечно же, Под ваши бурные аплодисменты. Команды на сцену, Не стесняйтесь, Выходите. Звучит подложечка. Ну, примерно. Друзья, Покажите, Выставляйте оценки. Я сообщаю, Что нам сегодня Предстоит сыграть Три конкурса. Первый конкурс уже позади. И второй конкурс Это конкурс Разминка. Для тех, кто Не знает правил конкурса, Объясняю, Все крайне просто. Наши уважаемые жители Задут вопросы Нашим прекрасным командам. И за 30 секунд Командам нужно придумать Смешной ответ. Жюри готовы? Готовы? Готовы. Ну что же, В порядке приветствия В порядке приветствия Оценки за первый конкурс. Так, Секунду. Открывала приветствие Команды КВН Питерские воители 4-4-4-4-4 Все судьи 4 балла. Далее выступала Команды КВН Надежда А город Волков 4-4-4-4-5-4 29-ое царство Калининград 4-4-4-4-4-5 Петербург Петроградская сторона. 5, 5, 5, 5, 4, 5. Алине Горочка. Все судни 4 балла. Нету пиццы. А вот и максимум 5 баллов. И в следующем выступали Ломоносовский район, команда КВН «Селяне». И вновь все судни 4 балла. Команда КВН «Перцы». 5, 5, 5, 5, 4, 4. И зашел приветствие команда КВН «Свои из области». 5, 5, 5, 5, 4.